Просто каждый человек же должен понять, вот это ваше или не ваше. Это же не просто так. Байкерская тусовка – особый мир со своими правилами. И стать байкером может не каждый. Для этого нужно выдержать трехгодичный испытательный срок, чтобы понять, твое это или нет. К тому же байкером может стать только мужчина. Женщина считается исключительно подругами байкерского клуба. Культура байкерства берет свое начало в США. Тогда, в 50-х, 20-го века, это была субкультура группировок на мотоциклах и стойка ассоциировалась с бородой, обилием кожи и чоппером. Мотоциклом с вынесенным вперед передним колесом. Современные байкеры – это одна семья. Это не просто хобби, это жизнь. Это дорога, это друзья, это братство, это свобода передвижения. Да все, то есть здесь все это. Определенный стиль музыки, определенный стиль поведения. Ну, самое главное – это шум дороги. А шумят они не только в России, но и во всем мире. Президент мотоклуба Евгений рассказывает, за 20-летнюю историю мотоклуба они побывали в стольких городах мира, столько дорог проехали, что он уже сбился со счета. Но начало его любви к мотоциклам и к байкерскому искусству проснулось после поездки за границу, во Францию. С детства гоняли, да, то есть это было немножко не то. Но когда вот в Монако заезжали и нас обогнали так, скажем, группа байкеров, мы сперва думали, это молодые ребята, едут такие деды с бабусями, извините меня, в коротеньких шортах, лет, наверное, по 70, по 80 на таких прям классных чиперах. Вот. И мы вышли на них так, с завистью, наверное, посмотрели. Это вот как раз 98-й год, и вот у меня как раз после этого появился первый именно чоппер. Вот, наверное, оттуда. Амуниция у байкера тоже особенная. Обязательной можно считать кожаную жилетку с эмблемой клуба и отличительными и памятными знаками. Содержать своего коня тоже удовольствие не из дешевых, но, как говорят сами байкеры, здесь главное желание. А стоимость мотоцикла на дух и стиль жизни никак не влияют. Самое главное – это истории, которые с ними связаны. А у байкеров их бесчетное количество. Там у нас были такие ситуации. Мы клубом едем, там у нас один товарищ, короче, ну, случайно, в Кемерово уронил вот эти на заправке еще старые туалеты с ямами выгребными, фотоаппарат. Второй над ним долго-долго ржал, короче, буквально через там 10 минут, пока все заправлялись, он в этот же сортир уронил бумажник. Ну вот. В этом году в связи с пандемией больших фестивалей решили не устраивать, да и традиционное открытие мотосезона прошло более чем скромно. Но представители клуба собираются, правда, небольшими группами, и уже скоро снова отправятся в путь. Скорее всего, в августе в Крым. Ведь, как говорят байкеры, если дорога зовет, они всегда отвлекаются на зов. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...